У вас, может, есть какие-то вопросы о душе, о вечности, что-то узнать? Можете задать? Только микрофон поближе возьмите, чтобы слышно было хорошо. Давайте. Да. Ну, я спрошу сначала у вас. У вас дома такая книга есть? Библия. Ну, да, конечно. Есть даже несколько. А вы считаете её? Ну, честно говоря, нет. Но я хочу сказать вам, у меня матушка, она 27 лет посещает, как бы, каждое воскресенье храм. Ну, даже не только воскресенье, бывает, и в субботу ходит. Она очень сильно верит в Бога, у неё она очень сильно боится Бога. А ты не боишься, да? Ну, как сказать. Я, как бы, я в своё время очень сильно тоже верил. А тут просто рассудить. Мы умрём когда-то. Это все. Молодой ты, старый, ты можешь умереть даже раньше старого. Ну, а дальше-то что? В яму зарыли, ничего нет, ни за чего не отвечать. Могила всё спишет. Есть Божий суд. Лермонтов это знал, когда писал на смерть поэта Пушкина. Есть Божий суд на перстнике разбрата. Есть грозный судья, он ждёт. Он недоступен сбону златы, и мысли, и дела он знает наперёд. Вот и всё. Потому что справедливости на земле нет. А Бог справедливый. Отсюда вывод, значит, справедливость не в этой жизни, где-то дальше там будет, за гробом. И Бог доброму воздаст добром, а злому злодейство. Ну, получается, как будет? Получается, будет суд. Правильно? Будут судить каждого. Правильно? Сам Господь Бог. Да, сам. Так написано. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Всем нам надлежит предстать предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в этом теле, доброе или худое. И что потом будет? Кто-то попадёт в ад, а кто-то в рай? Да. И это вечно, и уже неизменяемая участь. Грешник вечно будет мучиться в огне, праведник вечно будет радоваться в Царстве Небесном. Так говорит нам Писание. Это, получается, Бог всё придумал, что ли? Придумал это слово не подходит. Это чувство справедливости нас побуждает так думать. Но так и написано в Библии. Матфея, Евангелие. А это, получается, всё ведь нам Бог создал, правильно? Это Писание. Писали святые божьи человеки, будучи движимым и Духом Святым. То есть Господь открыл тайну. Матфея, 25 глава. А можно вам вопрос? Вот вы как раз сказали, что вам можно вопрос задать. А кто создал Бога? А кто создал Бога? А его нельзя создать. Он вечен. Что ещё раз? Да, бело-синее здание справа будет. Ага, извините. Я просто на работе, поэтому... Безначальный. Безначальный и вечный Бог. Ну, откуда он появился? Вот какие вопросы человек задаёт, когда ничего здесь не вмещается. Одно слово только запомни. Безначальный и всё. А как люди понимают? Бесконечная Вселенная. А как это бесконечно? Ну, вот миллиарды лет луч летит. Сейчас определили. Скорость света 300 тысяч километров в секунду. И световой год. Сколько это пройдёт? Так за 4 миллиарда световых лет обнаружили там планеты. Миллиарда. А дальше что? Дальше неизвестно сколько. Конца нигде нету. А как это так? Да никак. Сюда она не входит. Надо просто принять веру и всё. Ну, это ладно. Ты не знаешь. А дальше как? Из ничего Бог создал всё. И всё разное. Мужчина, женщина, корова, бык. И всё парами. И всё... На каждый вопрос вообще, я считаю, вот всё сбивает с толку. Нет, наоборот. Если не верующего, у него всё сбивает с толку. А у верующих одно. Бог безначальный. Дальше всё стало на место. Бог сотворил, Бог дал, Бог назначил, и мы живём. И идёт всё, как написано в Библии. Будущее событие-то ни один не скажет. А в Библии известно, как дальше будет жить на земле. Ну, во-первых, можно сказать так. Мы не знаем, правда ли написано то, что находится в Библии. И это факт. Её тысячи раз меняли уже. Так, обожди. Вот это... Дальше не надо говорить заблуждением. А кто меняли? Не тысячи раз, а хотя бы одну букву кто заменил. А тысячи раз? Какие тысячи раз? Когда Господь сказал, я бодрствую над словом моим. Мы взяли от евреев, перевели. А евреи как пишут буквами? Он прочитает строчку и считает буквы. Буквы прочитал 28. На полях пишет 28. И если его проверяют и найдут в трёх местах у него, а писали на пергаменте, а то в течение года Библия переписывается, и найдено будет три ошибки, свиток полностью уничтожается. Ну да, да, да. А то главное, тысячу раз. Это мусульмане говорят так. Мусульмане это говорят, невежественные люди. Не тысячу раз, а не разу. Вот смотрите, у нас Библия переведена. С какого языка? Ну, ветхозаветное, значит, с арамейского, ветхозаветное. Это всё еврейские знают. А какие переводчики были? Четыре духовные академии переводили. Лучшие переводчики, каких в мире нет сейчас? Какая проверка шла? Как сверяли? Сверяли с еврейским текстом, с греческим, с арабским. Как это слово «злосвятые отцы» толковали? Да, да. И у нас так теперь перевод 1876 года. Называется «Синодальный». Нет, я согласен, что у человека должна быть вера. В любом случае. Но она должна быть у него в сердце внутри. И только у него. Единоречен. Он должен сам создавать себе что-то. А не что ему толкуют и что ему навязывают в этой жизни. Вольнодумие. Я вижу это так. Вольнодумие. Человек должен разобраться сам в этом. Ну, разбирайся. Как родился он, да. Вот мне было 3 года, я помню. Вот с этого места, с 3 лет. А он навязывает. Я помню, родился в такой-то семье. Как мать говорила, будет суд Божий, вот это нельзя делать, посты нарушать. И я молился тайно. А в 23 года в руки мне дали Библию. Первый раз в жизни я увидал. А работал на корабле. В это время я склонился перед Богом. И с молитвы встал. Я совершенно другой человек. Бог меня переделал в течение полчаса, которое я был на коленях. А в это время я работаю на корабле, учусь в училище, перспективу выйти за границу. Добиваюсь сдать 3 курса за год по выбору комиссии на трех иностранных языках. Любой. А то у меня широкое поприще. И вдруг Бог меня взял, вот так потрес и все. И все вылетело. А теперь что? А теперь пошел опять на стройку, где работал. Я был раньше прорабом. Бог это делает. И где я был после этого, это даже страшно подумать. Да. Мы молимся Богу. Дело в том, что Бог живой, и Бог отвечает на молитвы живые. Бога проверять никак нельзя. Ты помолился, еще слово не замерло на устах, а Бог уже отвечает. Нет, ну согласен. Да, я даже слышал такое. Как бы сказали, мы не видели Бога, мы поэтому не поверим. А другая ответила так, что ты поверь, и как бы все увидишь сам потом. Ну хорошо, разговаривает, есть такой разговор. Был воин Яценевский, архиепископ Лука, он врач был, архиепископ. И он беседовал со Сталином. И Сталин говорит, ну вот такой вы грамотный человек и прочее. Ну вы душу-то видели хоть раз у человека? Вы хирург, человека вскрывали. Он говорит, Иосиф Писсарионович, я тысячи трупов вскрывал, но я ни одного ума не нашел. Отсюда не значит, что у нас ума нету. Я его не нашел, нету. Есть то, что мы познаем через веру. Мы верим, что следующий, началось месяц, это лето будет, за днем будет ночь. А почему она будет? А так написано в Писании. Так она идет. Вот сейчас события как развиваться будут. Две тысячи лет назад было это написано, две тысячи. Еще не было ни капитализма, ни социализма, ничего не было. А уже было говорено, будет десять государств на земле. Десять. И, наконец, они все придут в одно. И столицей мира один правитель над всем миром будет в Израиле, в Иерусалиме. И будет один правитель, и будет царствовать три с половиной года. Сорок два месяца. Этого ничего нету. А цифры даны точность. Сорок два месяца. И дальше приходит Христос, будет страшный суд. И ничего нельзя сделать. Почему? Запрограммировано. Бог дал режиссуру, и она совмещается. Тень будущих благ. Это нельзя ничего сделать. Вот говорит, ладно, Бога нет. Ну, нет, нет, и живи без Бога. Меня арестовывают по санкции МГБ. Московское КГБ. Я лично. Меня тащат по тюрьмам. Я пять тюрем прошел. Я бы никогда не выжил. Там сколько людей погибло. Это что делать над людьми? Меня Господь пальцем не задел. И почему? Меня КГБ посадило, но оно же меня и защищало. Только привезли в лагерь, и сразу явился из Джамбула человек. А мне уже сказали, вот видели гражданский? Это приезжал из-за вас. Сказал, этого человека пальцем не трогать. Вот Бог дает какую... Почему? За меня все молились. Молились здесь, в Америке, в ООН, в Японии, везде молились. Никому Библию не дают, а мне Библию дали. Я проповедовал. Всем настрого наказали, заключенным ко мне близко не подходить. Прямо лопата, ширинки, и этими палками бьют. А я могу к любому подходить. Вот как Бог сделал. Притом, у меня Библия была, там, когда обыски бывают, расположился начальник отряда, в словах Владимир Васильевич. Он заранее берет себе в сейф, положил, я прихожу, нету. Он говорит, не беспокойтесь, у меня все целое. Мы сейчас друг друга нашли. Это Бог делает. Никто, что там вот... Даже сказать нельзя. Я считаю, человек все делает. Как? Человек все делает. Ну да, но ни с кем-то со мной. Человек делает, но ни с кем. Повторяю, ни с кем. И меня первого пускают. Остальные остаются. Как это так? Я такой же, как все люди. При мне сидят там такие... Замминистры сидит. Нас по такой шкале вели там. Там посол в Йемене был. Полковник. И он даже до суда не дошил. Повесился. А вообще я вот в целом как вижу, да? Вот, ну, вообще картину. Я считаю, что вот если человек верит в Бога, да? И он считает, что есть Господь Бог. Я считаю, что он должен верить этот человек, кто верит. И я как бы вот... Вот все ободал, чтобы человек верит. Веришь ты? Ну и верь. Это твое. Все, и никто не должен тебе запрещать. Я это вижу вот так вот. Но когда... Вот, понимаете, я вижу... Я очень много посещал храмы. Очень много. Ну, когда я вижу, что навязывают, это маленько сбивает с толку. Но я не имею права запрещать кому-то. Как навязываешь? Если я мать верит, я ей всегда говорю. Это круто, если ты веришь. Это шикарно, говорю. Что ты умеешь молиться, что ты молишься. То есть я никогда не протестую этому. Ну, вижу чуть-чуть другое. Понимаете, что вы не знаете, что в Библии написано про неверующих. 13-й Псалома, 52-й. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающего добро. Нет ни одного. Три тысячи лет назад написано. Причина одна. Грех. Человек не желает. Ну, это тут зашел один. Ладно, не туда попал. Вот в чем дело. Теперь я не верю. А Библия говорит, неверующий Богу представляет его лживым. Бога лживым. Ты лжецом Бога назвал. Бог сказал, дал слово, написали. А я не верю. То есть Бог солгал. Ты не знаешь за этим, что кроется дальше. Это не просто так. Я не верю. Представляет Бога лживым. Бесы, бесы, демоны веруют. Щерки веруют и трепещут. Я вам скажу. Вот есть люди, да, которые тоже, они как бы вот помогают людям, да. Они очень как бы, ну, такие милосердные люди, да. Они очень неоткрыткие, да. Но они вот, допустим, могут не верить Бога. То как этих людей назвать? Они также людям пытаются помогать, как бы нести только добро. Но при этом они не верят. Хорошо, отвечаю. В Библии написано, всякое доброе даяние отходит свыше, приходит от Отца Светов. Это Бог делает. Бог делает через кого хочет. Вот один человек пошел, ему не надо туда идти. А он пошел, его призвали, он пророк, чтобы проклял народ израильский. Но ему деньги предлагали-то. И в это время, там ущелье, как идти, и пропасть, и узенькая такая тропинка. И под ним залегла ослица. Он на ослице едет. Он ее палку взял, да давай палкой ее бить. И она вдруг человеческим голосом заговорила, вот зачем ты бьешь меня? Я с тобой когда-то так поступал, он нашалел, даже не понимает, что ослица-то говорить не может. А почему ты не идешь? Потому что ты идешь на смерть. Остановила его безумие пророка Валаама. Вот Библия как говорит. А мы начинаем своим умишкам раскидывать, а как это так? Да как может? Вера или не вера? Это... Больше ничего тебе не надо. Верующий в Сына Божий имей жизнь вечную. Неверующий представляет Бога лживым. А Господь говорит, верующий, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Нам уже тропа показана лево и право. Вот можно я тогда вам скажу, вот какова моя картина и как я ее в общем вижу. Ну вот когда люди говорят, допустим, они умрут, будет суд, и они попадут в рай или аж. Я вижу так. Если копнуть глубже, я иногда себе могу сказать так. Что если мы уже находимся в аду? Просто мы этого не понимаем. И мы будем перерождаться вечно здесь. До тех пор, пока мы не пройдем то испытание, которое прошел сам Христос. И только тогда нам будет свет. Боже, и мы уйдем отсюда. От кришнаитов, там, от буддистов нахватались глупости. И никто не знает, что дальше будет на земле, как она будет гореть и что будет здесь находиться. Написано определенность. Никто в этом никогда не задумывается. Правильно ли? Сгорит земля и все дела на ней. Не надо это выдумать. Преображать. А однажды, говорит, человеку до нас жизнь, единожды он умрет и пристанет на суд. Библия-то все обговорила. 9.28 послания к евреям. Вы просто не знаете Писание. И у вас веры в это нет. А веры нет. Тогда руководства нет. Ты делаешь то, что кажется справедливым. Давайте сейчас. 2 миллиарда 200 миллионов христиан на земле, которые веруют в будущую жизнь. 2 миллиарда мусульман, которые верят и знают, за гробом воздаяние будет. Я не беру еще баптистов. 2 миллиарда. Неверующих всего где-то 8% было раньше. А сейчас, может быть, и того меньше. А на них падает на неверующих 8%. 98% преступлений. А почему узды нету? Жена Ленина, Крупская, она же Константиновна, говорила, религия теряя узда для масс. Узда. А вот конь без узды сядь на него. Он тебя разобьет. Без узды почему же нет? вот, если, как бы, лошадь, она тоже чувствует. Вот у меня, вот я как раз недавно, кстати, мы о лошадях разговаривали, они говорили про советское время, как они на лошадях катались. Они катались без узды, как раз таки. Прям просто на лошадь сожжились. Но прежде чем сесть на нее, мы, говорит, сначала подходили, и лошадь должна была почувствовать, какой ты изнутри. И если ты добра, она, говорит, спокойно. Она, вот знаете, как другом вставала, говорит. И мы катались без узды, говорит. Это заезженная лошадь, на ней ребенок сидит, она понимает. Кавалерия, сколько у них, убуденного, сколько было? 20 тысяч лошадей, и ни одной без узды не было. Она должна мгновенно реагировать. А это мы катались, да и мы катались тоже. Ну, посадили там, прошли сколько-то, катались. За уздечку ведешь его. А до этого, когда ее учили, чтобы она спокойно была, ей рвали, будь здоров, как, пока приучили. Без бога не до порога. Поговорка какая? Без бога не до порога. Сколько сегодня разводов? Сколько? 80 с лишним процентов. А Надежда Крупская говорила, 17 процентов разводов. Это национальная катастрофа. У нас в России, в настоящий момент, Российская Федерация, за время перестройки сделано абортов 120 миллионов. Это сейчас поколение, было бы новые люди. 120 миллионов трупов убили внутри утробы матери. А то что? Жить-то некому в стране, то страна-то пустеет. Каждый год на миллион уходит. Посмотрите, мусульман, у них в среднем в семье 8 целых, а одна десятая ребенка. У русских 1 целая, восемь десятых. Изблудились все. Вот эта рулетка, что тут рулетка? Открыто разбрают, еще половина мужиков голые лежат, там одеяло трясет, вроде что-то делает. Всякая мерзость. Анонизмом занимаются, взрослые дядьки сидят. Почему? Бога нет, все можно. Инсос? На самом деле, я честно говорю, я много проповедей слышал. И там я с раннего детства посещал храмы, очень много, я со всем этим столкнулся и увидел на самом деле. А что ты увидел-то? Скажи мне, дорогой мой, что ты увидел, кроме того, что в миру ты не видел? Даже, извините, я не хочу осуждать, ну, просто уж, если мы разговариваем, я уж скажу, что я знаю, да. Я последний раз, когда выслушивал выслушивал патриарха, а нет, владыку, извините, не патриарх, патриарх он московский у нас, да. И просто я услышал такое, что, как вам объяснить, да, я почувствовал транс небольшой. Почувствовал транс, что, как бы, я стал поддаваться и ослабляться, что я что-то почувствовал некое другое. Как бы, знаете, это что-то в виде некого гипноза. И я увидел, как происходило это все просто. И как это происходило? Если человек слаб в этом плане, он очень быстро поддается. Это раз и все. На что он поддается? Так можно что угодно сказать. Зомби придумали, зазомбировали. Человек, если поверит. Потому что, знаете, почему? Я только это говорю. То, что, когда потом общаешься с верующим человеком, просто, да, его уже трудно переубедить, понимаете? Очень трудно. А вот апостол Петр говорил проповедь, только сказал проповедь, и обратилось три тысячи человек, три тысячи. Дальше другой день говорит, пять тысяч пришло. Ирина, жития ее, сто пятьдесят тысяч обратилась. Это что, зазомбировано? Вот потом, извините, да, я видел, когда людей как бы вводят транс и гипнотизируют, да, и если у людей этих с помощью транса, да, это самовнушение называется по-другому, да, если этим самовнушением у человека что-то забрать, знаете, он будет до конца своей жизни это утверждать. Это и есть реальность. Это вся правда. Это наука уже по-другому. Меня допрашивает следователь. Ведут по статье политической. Следователь обращается, крестится. Что? Начальник тюрьмы, полковник, меня вызывает. Я еще под следствием сижу. Меня вызывает раз, другой беседа. Теперь он умирает, жена мне говорит, умер по-христиански, исповедался, священника позвал. Теперь меня везут по этапу. Но я спрашиваю, где можно встать? Вот представляете, что там делает? Там ужас, когда внутри, там 70 человек на одну шконку, на кровать, там три человека по очереди ложатся. Я зашел, только в камеру перекрестился. Мир вам! Один подошел, это вор в законе, пахан. А кто вы такой? Я говорю, я из Барнаула, по этапу иду и... Так... А какая статья? Я говорю, 190 прим. Что, ментак грохнул? Я говорю, это 190, а это 190 прим. Я даже не слыхал, говорит. Стали говорить. А где бы вы хотели? Я говорю, так тут места нет, дадим. Я говорю, мне нужно воздуху, не хватает где-то. Он подошел там, где решетка, более расширена маленькая. Так, уходи отсюда. А ты наверху куришь? Уйди отсюда. Мне одному, две шконки сразу. А одному две. Я первый раз шагнул только в это. Что Бог делает? Это что? Я зашел в всю камеру и зазомбировал. Глупости говоришь, молодой человек. Теперь у меня с собой Евангелие, Новый Завет. Небольшой формат. Он у меня весь сморщенный. Я плакал, когда я слезами пропитан весь. Теперь, каждый раз выяснили, три человека на 70 человек не курят. Отбой в 10, а в 8 часов моют руки. Все ложатся, где могут. Ни один не закурит. За этим смотрят. Открывается камера и с двух этажей охранники у двери стоят. И каждый день я два часа проповедую. Два часа. И охранники, и все расположены. Это что? Это вы так легкие на наши... Все дураки зазомбировали. Повел я их куда-то. И вот я на колени становлюсь, а утром, вот допустим, подъем в 6. У меня ангел будет. Ангел. Ровно в 4.00. Так, минутку. Подожди-ка. Кто? Кто? Не поймешь даже. Ну, быстрее, маленько ты. Так. Слушай, ты можешь вон там березовка и себе как-то надеть. Вот здесь там бутыли большие. А это... А? Кружка там есть? Да, кружки там нету. Как-то ей надо... Вот кружка там. Небольшая она. Маленькая. Сможешь налечь? Не смогу. Все, там свет зажжешь. Все. Я не знаю. Да, да, да. Большая бутыль направо. Закрывай дверь. Дверь-то, закрывай. Ты что, запрыгла-то? Вот они, бутыли стоят. Сзади тебя. Открой ворота там подопри палкой. Тут из деревни. Мы строим православную деревню и привезли березовый сок. 40 литров, чтобы бабушкам раздать. Видите как? И она уже пришла. Уже позвонили, она пришла. А у нее только операция была. Ей как раз это надо. И вот теперь я мне сказал... Я подошел, тут дверь, где лежит. А тут на таком уровне лежит там один зэк головой. И вот от двери до его шконки вот такое расстояние. Я говорю, я тут буду молиться. Они говорят, да дед, да кому ты мешаешь? Я молюсь. А он лежит на меня и дует табаком. Это вообще... Я виду не даю. Я ночью молюсь и встал на колени. А утром мне говорят, вчера, говорит, семь человек, которых я не звал, не притеснял, а они встали на колени, уголовники. А другие говорят, можно мы с вами будем молиться вместе? Что, я спиной зазомбировал их? Я их даже не смотрел на них, мне некогда. Я встаю сюда на два часа раньше. На два часа раньше. Там пойдем в шесть, я в четыре. Я молюсь, Господи, разбуди меня. И вот охранники в очко смотрят в глазок. Вот, говорит, смотри, вот лег, положил руку, вот сейчас по часам, смотри, сейчас стрелка, оказывает четыре, говорит, сразу встанет. Как это может быть? Я молюсь. Можно я откажу? Так, поближе этот микрофон, возьмите. Давайте. Я скажу, как я вижу. Вот вы же сказали, что, что, вы их зазомбировали. На самом деле, ну, как бы вы их не зазомбировали, но я знаю то, что каждый из этих зэков также размышляет и о чем-то думает. Во-первых, если они туда попали, это уже говорит о многом, что эти люди, каждый из них верит. Верит внутри, но эту веру они как бы не выказывают, людям не показывают, что вот они именно верят. И, ну, как-то вот таким образом я это вижу. Ну, правильно, правильно. Как-то внутри вера там. Ну, почему именно здесь? Почему они ждали меня? Меня везут по этапу. Я только комнату, ну, не комнату, эту камеру-то открываю, а там всего два человека. Меня так и льготно вели. Один молодой, такой русоволосый, встал, а вы Бог? Я говорю, нет. Я говорю, верю в Бога. А мне, говорит, сон был сегодня, что к вам в камеру Бог придет. А он по-простой там, он учителями обмен был, и он там валютой занялся. Его взяли, по этапу он сбежал. Ему не давали срок, то просто выселили. А он сбежал, а его теперь по этапу возвращают обратно в Германию. Так он мне Евангелие взял, до утра переписывал. А с ним сидел цыган за убийство дочери. Так цыган из себя выходил. Ты вчера со мной в карты играл. А он говорит, я не... Он прямо не знает, как скорее писать. Он до утра сидел, Евангелие переписывал. А Евангелие у меня меньше вот этого, половина примерно вот такого размера была. Это Бог дает. Вот отправляет, уже все, сейчас на этап. Ну, выходит так, видно, что на веселе начальник там, капитан. Так, жалобы есть. Не дай Бог, кто жалобу будет. Тебе ребра переломают. Все стоят замерли. Я поднял руку, говорю, жалобы есть. Жалобы? А ему кто-то что-то шепнул. Так, ну-ка выйдите. Из ряда уже стоят в ряд. Какие жалобы? Я говорю, у меня была ручка, а ее отняли. Ручку отняли? А ты откуда? Я говорю, из Барнаула. По какой статье? Я говорю, 190 прим. Так, пойдем. Зашел, а там на столе ручек, это конфисковали они, там экспоприация. Он вот так в пригорище захватил и мне в сумку раз за другой. Вот тебе все, отец. Понимаешь, это от Бога. Вот привезли в Кемерово. А в это время называется баландеры, которые там осужденные, но остаются работать в самом, в СИЗО, ну, в тюрьме. Я один, всем дают матрасы, заплеванные, там грязные. А мне, говорит, отойди в сторону. Я думаю, чего же он мне не дает-то? Когда все отошли, так ты откуда? Я говорю, я из Барнаула. Отец, я тебя три года ждал здесь. А кто я? Я не знаю, но я сегодня сразу понял, я тебя жду. У меня две простыни спрятанные, нетроганные, матрас один, я говорю, завалил, говорит, с ниточки, с завода. И он мне это все в руки сразу дает. Он первый раз меня видит. Ну, меня повели две женщины, завели, повели, говорит, а куда бы хотели? Я говорю, где воздух чистый? Она подумала, она говорит, да кого-то надо в ШИЗО посадить, там никого нет. ШИЗО это для заключенных еще там усилены. Ну, и меня туда. Туда и там. Я говорю, тут тоже воздуха не хватает. Да там и сейчас. Она побежала, швабры в стекло, раз разбила, ко мне воздух свежий. Первый раз. Я только еще шагаю вперед, а уже все покоряется под ноги. Почему? Господь мой со мною. Понимаешь, какое? Я ни одного из них не знаю, как звать. Это Бог делает, дорогой мой. Да. Очень. Трогательно. Да. А вот вы зайдите на наш Ютуб, на наш, себе запишите. Я вам сейчас покажу кое-что. Наш Ютуб называется канал Во свете Библии. Зарядите, попробуйте. Во свете Библии. Напишите. Во свете Библии. Написали? Да, да. Игнатий Лапкин дальше напишите. Это мое имя, фамилия. Игнатий... Это ваш канал, да? Да, мой канал. Игнатий Лапкин. У нас там 14800 роликов. Угу. И вот когда вы это посмотрите, а потом еще, знаете что? Если напишите во свете Библии, напишите сайт. Не канал, а сайт. И на сайте вы увидите наши фильмы, она снята, и государственные фильмы. Это что, мы зазомбировали киностудии? Снимают фильмы, и они заняли первое место на международном киноконкурсе, а второй фильм первое место в России. Это нельзя... А он просил, со сколько времени режиссер звонил, брат ходатайствует. Ну, разреши там поснимать. Приехали, два фильма обо мне сняли специально. И первое место занимает. А почему? Бог. Это Бог делает. Нашего тут ничего нету, только благодать Божия. Понимаешь как? Вот я бы хотел это. Ну, деньги есть, я закупить могу, но ничего из этого не получится. У нас тут губернатор края разбился, и тут фильм поставили Евдокимов, сатирик. Евдокимов Михаил Сергеевич. И ничего нету, фильма никто как будто не видал. А сняли фильм, там такие деньги заплатили. Почему? Бог поворачивает сердца людей. А я-то никакой, у меня ничего нету. Да. Так что, верьте. Верить во Христа, это беспроигрышно, если так сказать. Нет, ну, в Христа как уж. Я как не верю. Я знаю, что был Иисус Христос. Ну, а кто он такой? Кто? А для вас-то кто он? Его распяли. Христос, вообще, как я знаю, что этот человек, он с молоду, он прошел очень большой путь, нелегкий путь, пришел, и, как бы, нет, он путешествовал, идя по селам, по деревням, как бы, как бы, рассказывая народу, что есть Бог, и люди, как бы, многие пошли за ним, за крестом. и потом, как бы, то, что он влез, не в свое дело. А в какое, а какое не свое дело? Ну, как сказать, ну, я точно уж не знаю, но приблизительно вижу так, что, как бы, были же свои власти, как бы, которые вели народ по-своему, да, им было это выгодно, они имели очень хорошую дань с этого, и люди, как бы, прекращали. Нет, этого не было, это уже обман. А вот это дальше не надо говорить. Его спросили, давайте подать кесарю, он говорит, дайте монету, кесарю, отдайте кесарю. Наоборот, он укреплял власть эту. Это вы совсем не в ту степь тянете. Ничего этого не было, что говорите. Он по предначертанному идет. И написано было за 650 лет, что за него заплатят 30 серебряников. Ну, по-нашему сказать, там, 30 евро. И что интересно, за 600 лет были инфляции, дефолты, кризисы. Все меняется, цена. Цена раба стоит на одном месте. Если бы заплатили ему 29 долларов, это был бы не Христос. Или 31. Написано 30 серебряников. Все. Как только заплатили 30 серебряников, цена завтра уже понимается другая уже. То есть пророчество выполнено, теперь все становится на место. Это Бог делает так. Бог делает. Понимаешь, как вот, даже если вас назвали по, ну, по желанию родителей, то это ничего не говорит. Но если это названо по календарю, вот у меня назвали, назвали в крещении, то это означает совсем другое. Это означает у Бога, определенная ячейка на этот день для меня была назначена. Игнатий означает неизвестный, неведомый, с греческого, и с латинского пламенный, огненный. Вас Игнат, да, зовут? Игнатий. А Игнатий, меня Сергей зовут. А что такое Сергей, знаете? Ну, знаю, это великий мученик. Нет, нет, нет. Как переводится на русский язык? А, Сергей. Нет, честно, не знаю. Да. Ну, знаешь что, Сергей Радоженский есть. Да на него сколько этих Сергеев было? Это великий мученик был из-за них. А чем он великий? Ну, лечил людей, брал болезни других. Кто? Вот он. Кто, Сергей Радоженский? Да. Да где-то вы такое видели? Ничего себе. Это вы о Христе. Христос это делал. Это Христос делал, но не Сергей. Сергей набрал монахов, с ними жил пустынно. Нет, это там Сергию рассказывали. Это нет. Нигде он не брал ничего. Он и не мог брать. Ну, якобы излечал, исцелял людей. Ну, исцелял-то. Молился, это кто-то выздоровел. На самом-то деле он известен тем, что благословил Дмитрия Донского на Куликову битву. И она не нужна была, битва. Она была первого победа. Везде по-всякому, по-разному. Я кружку принесла. Так, сейчас, минутку, подождите еще. Кружку принесла. Да, набрала? Набрала, все, спасибо. Еще не надо больше? Нет, нет, нет. С Богом, спаси Христос. Богом. Там закроешь дверь. Закрою. Набрала и пошла. Все. Вот у нее внучка попала, шла в школу или куда-то. София звать-то. Ее машина сбила. Она скорее в рам пришла у нас и сказала. Ее переломили там, я не знаю, что там, руки, ноги. Мы все на молитву стали. Спасибо.